Уважаемые зрители, рад вас снова приветствовать на изучении Святого Божьего Слова. Мы продолжаем исследовать уроки субботней школы под общим названием «Воспитывая последнее поколение». Сегодня мы будем изучать пятый урок, и он называется «Великий воспитатель». Этот урок мы будем изучать с гостем в нашей студии, это брат Яков. Здравствуйте. Здравствуйте. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Это речь идет об Иисусе Христе, это ведущий стих и ведущие примечания. «Иисус был учителем, таким педагогом, которого мир никогда раньше не видел и не слышал. Он говорил, как власть имеющий, однако же он приобрел доверие всех». О том, как учил Иисус Христос, и о том, как нам можно стать великим учителем, если у нас есть такая цель, мы сегодня поговорим в этом уроке. И мне очень интересно, вот мысль такая появляется «Великий воспитатель». «Воспитатель», да, урок называется. «Но ведь он жертва». Кто Иисус? Да, он агнец. Безусловно, да. Как он может быть и воспитатель, и жертвой? И именно этот урок и открывает, что Иисус Христос, приходя в наш мир, преследовал две цели. Какие? Первая цель — это простить, омыть от греха. А вторая цель — восстановить в человеке образ Божий. Именно в прощенном человеке, которого очистил от греха. Вторая ступень — это восстановление образа Божьего в нем. И если прощение происходит путем исповедания, то восстановление образа Божьего происходит посредством воспитания. И поэтому этот урок и говорит, что Христос является не только жертвой, а также и великий воспитатель. Учитель, как говорит в примечании, или педагогам, которые, приходя к нему, омывая нас от грехов, он берет нас как учеников и учит, и восстанавливает в нас образ Божий. Иначе невозможно было восстановить образ Божьего в нас, или иначе невозможно было открыть нам образ Божий, если бы он не пришел в образе человека в наш мир. А приходя, становясь как человеком, он стал ближе к нам, он общался с нами, он учил нас, учит нас, и одновременно является и примером. Этот урок также говорит, что этот пример, который он преподал нам, начался с детства и до окончания своей миссии. И так что мы должны осознать и понимать, что недостаточно осознать себя грешником, недостаточно исповедовать грехи, а нужно работать над собой, чтобы искоренить зло и восстановить те качества, которые присущны Богу. Естественно, человеку самому это невозможно, для этого пришел Христос в мир. Но давайте вместе будем исследовать, что он от нас требует. Вот как раз с детства давайте и начнем. Вопрос. Первый ранний период жизни Иисуса. Как Библия описывает ранние годы жизни Иисуса? В реальности о детстве Иисуса Библия мало пишет. Но она пишет, что он преуспевал в премудрости и в возрасте и любви у людей. Именно история описывает о том, что он провел жизнь в повиновении требованиям семьи. И в семье, работая вместе с родителем, он повиновался и Богу, отцу, и родителям. Если вникнуть более глубже, то пророчество описывает, что именно отец избрал место, где он должен был родиться. И если исследовать историю, то Назарет это был не один из самых прекрасных городов. О нем пишется, что он был один из развратных городов. Один из самых падших, да. Да. И именно там Христос развил и показал характер Божий. И он хотел нам преподать урок, что независимо от обстоятельств, чистоту можно сохранить. Или образ Божий возможно восстановить. То, что и происходило в его детстве. Как скромная репутация Иисуса, как плотника, служит примером каждому молодому человеку? Ну, тут продолжается та же самая мысль. Что хотя он работал плотником, тут говорится о том, что он не терял связь с Отцом, или с Небесным Отцом. Именно тут и описывается история о том, что когда он начинал говорить, когда он начинал учить, то люди сразу задавали вопрос, а кто же он? Не сын ли плотника? Откуда он столько знает? А пророчество описывает, что часто утро наставало его наедине, в какой-то поляне, или на краю леса, или в другом месте уединенный. Именно уединялся для того, чтобы общался с Отцом Небесным, для того, чтобы размышлять над природой, исследуя Библию или Слово Божье. Исследуя пророчества. И хотя о нем мало пишется, но он учился. Хотя о нем говорили, что он не учился нигде, но он учился у родителей, особенно мама ему много рассказывала. У израильтян было такое требование, что все, что происходило с ними, все их опыты, они должны были рассказывать детям. И таким образом он возрастал и в познании, и в повиновении для того, чтобы прославить Господу. Из вопроса, не плотников ли этот сын, я делаю вывод, что работа плотника не особо оценилась в Израиле, и считалась какой-то, ну такой пренебрежительной, ну то есть низкой какой-то работой, не особо. И не особую школу нужно было учить, для того, чтобы стать плотником. То есть не было особо в приоритете эта профессия, и такие люди нельзя сказать, что пользовались каким-то особенным отношением в обществе. Или авторитетом в обществе. Да. Я провожу параллельно сегодня. То есть вопрос спрашивает, как скромная репутация Иисуса, как плотника, служит примером каждому молодому человеку сегодня. Какая самая, давайте так, какая самая распространенная профессия в наших краях среди молодежи в церкви? Учиться где-то. Не, 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 профессия. Профессия, которой уже трудятся люди. Ну, соблюдельцы больше. Или строители. Строители. Я, например, в моей практике больше строителей. Кого не спросишь, люди едут на заработки, чем занимаешься? Стройкой. Люди работают на стройке. Однако эта специальность не препятствует быть христианином. Безусловно. И более того, не следует себе в голову допустить мысль, что если я строитель, то я не могу быть примером христианином. Я не могу быть учителем или я не могу изучать истины глубокие и делиться ими с другими. Даже можно взять, что если я дворник, это не говорит о том, что я не могу быть приличным и пунктуальным человеком или нормальным, хорошим христианином. Независимо, какой ты специальность имеешь. Зависит от того, как ты позволяешь, чтобы именно Господь работал над тобой и восстанавливал этот образ Божий в тебе. Да, и как бы этот вопрос нам открывает, что неважно, чем ты занимаешься, на это не стоит обращать внимание. Господь готов открывать свою волю любому человеку, который желает узнать ее, который интересуется, искренне интересуется. И когда такой человек, которому Господь открыл свою волю, будет говорить, как от Господа, то для людей уже не будет иметь значения, кто он по профессии, кто он по происхождению и так далее. Его будут слушать, невзирая на то, как он одет, и кто он по происхождению, и кто он по профессии. Если человек желает узнать волю Божию, так как это было в случае с Иисусом. И отражать ее в жизни. Да. Вопрос второй. Образование Иисуса и Иоанна Крестителя. Что подразумевалось в вопросе об образовании Иисуса? Тут не имелось в виду, что он не умеет читать или писать, или считать. Тут имелось в виду, что он не учился в тех школах, где считались престижные школы. Что он не учился у Равинов именно в тех школах, которые преподавали или давали ему преимущества. А он учился, как мы уже говорили, из книг природы, из книг пророчества, а также у своих родителей. Ну, то есть, он в любом случае учился? Да. Он был воспитанным и образованным человеком. Да. То есть, он учился в тех источниках, которые были предназначены для воспитания, образования и еще притворения для человека. Это самое главное, это была семья. Семья, да, безусловно, и природа, творение Божие. Также и труд, ну и все остальное. Почему Иисус и Иоанн Креститель не посещали школы того времени? Потому что тогда были школы, но они их не посещали. Ну, эти школы были и до того. И до того, и тогда. Ну, только история описывает, потому что в тот период времени в тех школах основу брали не Слово Божие, а именно традиции и обычаи. Брали именно заключение людей или образования, образованные или ученых каких-то людей, и они представляли свои, как бы, теории, и вот это бралось за основу. Именно в тех школах, в то время, когда рос Христос, в фарисейских школах придавали значение более учение человеческое. И поэтому они не могли учиться в тех школах. Да, именно так. Какой пример дал Иоанн свои проповеди и своем образе жизни? Что если желаешь жить честной и чистой жизни, это возможно? Он в своей проповеди, он преподавал проповедь простыми словами, простыми теориями, которые преподавал. И в основном его проповеди взывали к тому, чтобы люди смирились, покаялись, для того, чтобы могли примириться с Богом. А его образе жизни описывает история, что он был скромным, смиренным человеком. одежда его была скромная, звербюзы, шерсти, пояс, и пища тоже была простая, но здоровая, которая способствовала именно правильному формированию характера, или, как мы уже говорили, восстановлению в человеке образа Божьего. Да. Вопрос третий. Господь, учитель. Что было результатом великой проповеди Иисуса на горе? Ну, когда он проповедовал, как и в начале ведущий текст говорит, что он проповедовал как власть имеющий. Слово его имело силу трогать сердце, пробуждать сердце, для того, чтобы понять и осознать. И история описывает, что народы удивлялись. Они такие истины не слышали от своих учителей, от фарисеев, из тех школ, или из тех служителей, где проводились служения для учений слов Господних. И они удивлялись этих как бы известные истины, но не столь открыты, сколько открывал их Христос. Написано, что Иисус Христос не касался спорных вопросов, которые постоянно спорили иудеи между собою. И эти вопросы можно перечислить. Там бессмертия души, там и многие другие вопросы. Будет ли жизнь после смерти или так далее. Одни верили, что будет жизнь, другие не верили. Стоит ли нам подражать Иисусу в этой практике? Стоит ли нам поднимать спорные вопросы или нет? Никогда не стоит спорить. Она должна ограничиваться, она так написана, и как ясно написана, мы этого должны придерживаться. А споры к чему-то хорошему никогда не приводят. Есть пословица, что в споре рождается истина, получается, в спорах, это, скажем, в дискуссиях ты подставляешь одну теорию, я подставляю другую точку. И при рассматривании определенных вопросов выявляется истина, а не то, чтобы спорить, что я прав, ты не прав и так далее. Понял. Какое воздействие произвел на учеников метод образования Иисуса Христа? Что они начали так же, как и он проповедовать. Они начали отражать его характер в жизни. Как он поступал, как он действовал, как он относился к нуждающим, к страдающим, так же его и они делали. И когда их привели перед Синедриодом, они удивлялись, как же они такие необразованные, незнатные, высокого класса людей, но так такие темы или так ясно разъясняют Писание. И потом они пришли к заключению, что они ходили с Иисусом, что они у Иисуса научились. Да, и он их постоянно брал с собой, он их постоянно учил, больше не словом, а примером, чтобы они видели, как действовать в той или иной ситуации. Он их готовил быть учителями, он их готовил быть апостолами, и это имело успех. Если бы они не предались полностью, они бы тоже не имели успеха. Именно Дух Святой, который коснулся их сердец, пробудил их для того, чтобы совершить эту работу. Четвертый вопрос. Методы обучения Иисуса. Где Иисус часто учил своих слушателей и как Он использовал окружающую среду и хорошо знакомый людям предмет? Но где Иисус часто учил своих слушателей? В основном на лоне природы. Или на склоне горы, или на берегу озера, или какой-то поляне. И как Он использовал окружающую среду знакомую им, для того, чтобы более ясно открыть те моменты истины, которые Он хотел их представлять. Он сопоставлял то, что Он хотел им преподать именно с моментами из природы, или Он сопоставлял природу с учением, которое Он хотел донести до сознания людей. И это имело эффект, потому что природа была близка к людям тогда, люди занимались земледелем, и это им было понятно и доступно. Какую еще особую технику преподавания часто использовал Иисус Христос? Ну технику для преподавания Он учил притчами. Что такое притч? Притча это примерно скажем, возьмем одну из притч. Вышел сеять и сеять. И одно семя упало при дороге, другое семя упало в каменистой почве, другое упало в тернистой почве, четвертая упала в хорошую почву. Что он этим хотел преподать? Именно тут почва является сердце человека. Зависимо, есть каменистое сердце, есть тернистое сердце, забот загруженное. И таким образом Он хотел им открыть цель, характер или то, что человек преследует, или что ему нужно оставить, или с чем бороться, для того, чтобы именно Слово Божье, семя истина могло возрастать и принести плод. чтобы донести или сделать божественный характер более понятным, пользовался притчами, он пользовался моментами, для того, чтобы люди более глубже и понятнее могли понять цель, которую они должны преследовать. Из моего опыта, вот на своем личном примере, я тоже наблюдал, что очень часто работает вот этот прием житейских примеров, притч, когда ты рассказываешь истории, когда ты с тобой что-то происходило, либо ты слышал тебе кто-то историю какую-то рассказывал, случай из жизни, как это бывает в жизни, и когда ты духовную истину рассказываешь вот просто, вот на примере жизни, как это работает, на примере на то, что происходило с тобой, да, вот то, что ты сталкиваешься каждый день, то людям это ясно, людям это понятно, более того, они, во-первых, Во-вторых, они слушают тебя, они не отвлекаются, ты не теряешь зрителя. А во-вторых, они и могут это усвоить и понять, каким это практиковать в своей жизни. Поэтому я думаю, что стоит очень часто использовать этот пример, который использовал Иисус Христос. Притчи, опыты из жизни, истории из жизни – это самый лучший способ преподнести духовную истину, переплетая ее с практическими примерами из жизни. Это действительно работает, я в этом убедился. Слава Богу. Пятый вопрос. Как Иисус использовал Писание? Как Иисус решил просветить двух учеников на пути в Имаус? Тут очень интересная история. До того, что он должен был распят, он открыто им говорил, что я буду распят, на третий день должен воскреснуть. Но в предыдущие уроки мы учили, что они не освоили этот урок. Ну да. И вот, идя по дороге в Имаус, двух учеников, сопровождая Иисус с ними, интересный момент. Почему он не открылся сразу? Почему? А потому что они бы и сейчас не поняли бы. А для того, чтобы они поняли, а он начинает им рассказывать. Ведь так надлежало быть. Так писали пророки. Так писали пророки. Ведь так должно было быть. Он должен был быть распят. И для того, чтобы более донести до них, начиная от Моисея и рассказывает им всю историю, все пророчества, все жертвоприношения, все символы. Они все к этому сводились. И когда он открылся им, тогда у них и глаза открылись. Они поняли полноту истины. Они поняли то, что должны были понять много времени тому назад. И если бы они поняли эту истину, они бы не страдали так, как страдали в тот момент. Ведь когда Христа распяли, у них все надежды рухнули. И для того, чтобы дать им понять, Господь вел их этим путем, рассказывая все пророчества. Так же и бывает и с нами. Как часто истина говорит нам одно, а мы как... Когда Библия нас учит, что испытания и трудности, которые Господь нам посылает, это проявление Божьей любви, то мы, сталкиваясь с трудностями и испытаниями, падаем духом и теряем надежду, и теряем веру, и думаем, что Господь нас забыл. Вот это такая же история. То есть, вместо того, чтобы вспомнить, чему учит Библия относительно этого, мы как-то поникаем и забываем. И для того, чтобы помочь нам, Иисус сперва начинает учить нас, вести такими путями, чтобы открыть нам глаза, а потом открывает сущность того, что мы просили. Как Иисус постоянно направлял их внимание на Писание? Основа всего было Писание. Первый, Он призывал их исследовать Писание. И внимательно исследовать. Потому что Писание говорило о нем, открывало им о нем. Также Он открыл и показал им, что именно Слово Божие освящает, очищает. Или другими словами, как мы начали вначале, способствует восстановлению образа Божьего в нас. И даже дается пример, что если даже кто-то и воскрес из мертвых, если люди не принимают Писание, и о том, что тот будет говорить, тоже не примут. Поэтому мы призваны доверять Слову Божьему. Мы призваны сопоставлять Слово Божье с законами природы. Мы призваны вникнуть в них и понять, к чему Господь призывает нас. Это был урок «Великий воспитатель», урок номер пятый. И мы его прошли, закончили. Я бы хотел услышать краткий итог. Суть всего урока в вашей интерпретации. Ну вот давайте возьмем также из практики, из жизни. Проповедуя, общаясь с людьми, говоря, призывая их, объясняя им, что недостаточно только получить прощение грехов, а нужно измениться. Потому что если не изменяешься, и грехи не могут быть прощены. А люди в основном говорят, что «А что мне делать, если я такого?» Прощение хотят, взывают Господа прощение, а изменить себя не хотят. А первое изменение, которое должно произойти в моей жизни, это смирение. Смириться. Второе – любить так, как тебя возлюбили. Третье – не обращать на то внимание, как с тобой поступают. Быть тут примером для них. И таким образом будешь расти духовно. И достигнешь то, к чему тебя Господь призывает. Ведь Господь любит нас. И Он желает нам помочь стать теми людьми, которые могли бы жить среди ангелов. Часто мы не позволяем Ему совершить эту работу. Пусть Господь поможет нам не бояться учиться и не бояться... Видеть себя реально. Видеть себя реально и понимать, что нам еще тоже нужно воспитываться. И нам нужно обучаться у Иисуса Христа. И это преимущество, когда Иисус Христос наш Учитель. И пусть Господь поможет нам, ощущая свои недостатки, не пытаться их оправдывать. Но наоборот, исправлять их. Смириться. Исправлять их и менять в лучшую сторону. По примеру Иисуса Христа. Примеры, которые здесь приводились в этих уроках, они, скажем так, идеальны. Вот они так, так должно быть. К этому мы должны стремиться. Обучение не в общественных школах, а на природе. Да, это, можно сказать, крайность. Кто-то скажет сегодня, что детей послать на огород учиться, что ли, он не пойдет в школу. Ну, как-то, ну, не принято так у нас. Это мы должны к этому стремиться. И, слава Богу, если у кого-то действительно получается так сделать. В наших регионах пока так не получается. Но это нужно компенсировать. Чтобы не преобладало время, которое проводит ребенок в школе, над временем, которое он приводит в общении с семьей и с природой. Если позволишь, давайте вернемся в детство Иисуса. Он очень часто на рассвете дня находился на ноне природы. Природы для того, чтобы помолиться, общаться с Небесным Отцом и исследовать природу, Писание и так далее. Кто из нас взрослых, не говоря о детях, встает рано для того, чтобы общаться с Богом? А насколько это важно? Хотя Иисус и был Богом, Он понимал, что без связи с Отцом не сможет выйти победитель. Тем более мы. И одновременно мы имеем надежду, что Он поможет нам выйти победителем. Благодарю Вас, Яков, что Вы помогли нам изучить урок «Пятый великий воспитатель». Благодарю Вас, уважаемые зрители, что Вы нашли время и желание, изучали этот урок вместе с нами. Слава Господу за эти великие наставления. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok